Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы решили рассказать вам про весенние работы, которые необходимо провести в саду, для того, чтобы все цвело, все колосилось, все росло. И сейчас мы приехали в сад, на примере которого мы хотим рассмотреть все самые распространенные ошибки, которые делают садоводы, после которого начинаются определенные проблемы. Сегодня с нами наш постоянный эксперт Евгения Магдыч. Здравствуйте! Жень, мы стоим около этой старой яблони. Расскажи нам, что с ней не так? С яблоней-то все практически нормально, кроме того, что ей нужна весенняя обрезка. Нужно вырезать в первую очередь сухие, больные какие-то ветки, волчки. В общем, дерево нужно обрезать. Но очень часто наши садоводы-любители весной вместо того, чтобы дерево обрезать, приезжают на Первые майские и первое, что делают, начинают деревья белить. Покупают побелку, белят деревья очень часто на большую высоту, до скелетных ветвей. На самом деле занятие это не вредное, но, в общем-то, бесполезное. Дело в том, что побелка нужна только молодым деревьям и только для того, чтобы защитить их от морозобоев. Правильно белить деревья именно осенью. Подновлять эту побелку надо где-нибудь в феврале-марте, когда такое яркое-яркое солнце, которое разогревает очень сильно кору деревьев, которое отражается от снега. Когда перегрев вызывает таким образом коры и появляются такие длинные разрывы коры на молодых деревьев. Когда дерево у нас вот такое вот старое, кора на нем старая уже, и никакими морозами, морозобоями повредить ее нельзя. Поэтому белить такие деревья не нужно. Есть такое распространенное заблуждение, что побелка у нас защищает не только от морозобоев, но и от вредителей, от болезней. Даже от зайцев считают, что побелка защищает. Но это тоже на самом деле под собой никакой основы не имеет. Поэтому вместо того, чтобы белить, лучше заняться, например, обрезкой деревьев. Следующий такой момент, который очень часто любят делать наши садоводы, но который тоже абсолютно бесполезен, это люди берут корщетки и начинают с деревьев обдирать вот эту вот старую кору, лишайники. Очень многие думают, есть такое заблуждение, что лишайники как-то вредят дереву. Но на самом деле живут они только на верхней части коры, которая уже мертвая, и никакого вреда дереву они не приносят. Подожди, Женя, под ними же могут зимовать вредители. Мы же боимся очень вредителей, поэтому под отслаивающейся корой, под лишайниками, под мхом может крыться страшный враг. Плодожорка, например. Ты не забывай, что под корой и под мхом зимуют не только вредные насекомые, но и насекомые полезные. И когда мы начинаем драть кору или бездумно опрыскивать инсектицидами, мы уничтожаем не только популяцию вредных насекомых, но и популяцию полезных насекомых, которые как раз, например, уничтожают тлю в наших садах, такие как златоглазка. Мы тоже популяцию эту сильно повреждаем. Поэтому если мы не уверены, что у нас есть какие-то вредители, то, на мой взгляд, лучше не травить, чем травить. Как правильно поухаживать за деревом, если хочется содрать вот эту старую кору и действительно защитить дерево от насекомых-вредителей, которые действительно там зимуют, нужно брать не корщетки, нужно брать вот такие жесткие щетки. Под дерево укладывается какая-то газета или спонбонд, или полиэтилен. И вот аккуратно мы вот так вот счищаем кору. Счищаем только то, что счищается. Ни в коем случае не дерем до живого. И все, что осыпалось вместе с насекомыми-вредителями, вместе со спорами грибов, которые могут возбуждать гнили, мы это все сворачиваем и сжигаем на костре. Вот так вот будет гораздо правильнее поступать с корой дерева и с мхами и лишайниками, которые растут на старой коре. То есть главное весеннее у нас занятие – это уборка. Да, на самом деле главное занятие – уборка. Да, очень важно убрать с яблонь вот такие вот старые яблоки сморщенные, мумифицированные. Там могут зимовать насекомые-вредители. Если у вас яблоки поражаются манилиозом, это такие концентрические коричневые круги, это все нужно сгребать и, самое главное, класть не в компост, а все сжечь. Сжечь в специально отведенном месте. У нас тоже очень популярное весеннее занятие – это весенний пал. Чирк, и значит огонь побежал-побежал-побежал по участку. Сжигается прошлогодняя трава, прошлогодние листья. Люди радуются, все хорошо. Но вместе со старыми листьями и со старой травой горят насекомые, опять же, как вредные, так и полезные. Горит весь биом, все бактерии, все и вредные, и полезные, все, что находится на почве. Но и это не все. Очень часто после вот такого вот весеннего пала сгорают и сараи, и дачи, и соседи. И, ну, в общем, это наносит гораздо больше ущерба, чем приносит пользы. Поэтому сжечь, конечно, вот такие вот всякие сухие яблоки, сухие больные ветки – это, конечно, полезно. Но в специально отведенном для этого месте. А золу потом можно использовать как минеральную подкормку. Ну, вот смотри, нам весь приствольный круг вокруг дерева нужно обеззаразить и очистить. То есть мы выгребаем оттуда старые яблоки, прелые листья, все это очищаем. Вообще, в принципе, какой еще уход нужен за приствольным кругом у такого большого дерева? За приствольным кругом такого большого дерева можно еще поухаживать обработкой от грибов и, соответственно, от насекомых-вредителей, если вы прям точно уверены, что они у вас есть. Весенние обработки делают в основном, начинают по зеленому конусу. Это когда почка чуть-чуть раздвигается, почечные чешуи раздвигаются, и вы начинаете видеть небольшую вот такую вот зеленую полоску. В это время обрабатывают наши яблони, сливы и груши, и, соответственно, приствольные круги обычно бордосской жидкостью, так называемое голубое опрыскивание. Это, в общем-то, довольно универсальное средство, которое защищает именно от болезней. И можно также сделать обработку от насекомых-вредителей. Они примерно в это же время начинают свою активность, то есть там отрождаются личинки. Обычно делают обработку средством, которое называется молотион. То есть у него могут быть разные торговые названия. По-моему, оно есть под названием профилактин, еще что-то, вот я точно не помню. Вот самое главное – прочитать на упаковке действующее вещество и выбрать именно молотион. Можно сделать весеннюю обработку. Ну и, соответственно, через какое-то время, через неделю обычно, через две, обработку от насекомых-вредителей. Повторяют это связано с циклами развития насекомых-вредителей, чтобы защитить растение на какой-то нашу полностью. Женя, ну вот смотри, какой еще нам нужно обеспечить уход старым деревьям? Старым деревьям самое главное – не навредить. Очень часто в старых деревьях образуются из-за неправильной обрезки, образуются дупла. И очень часто садоводолюбители, начитавшись интернетом, хотят деревьям помочь, так сказать, вылечить их. И начинают вот эти вот старые деревья, старые дупла, выгребать из них всю старую древесину, уже труху такую. И заливают эти дупла бетоном, начинают бетонировать дуплом и считают, что они так деревьям делают лучше. На самом деле занятие это не полезное для деревьев, а даже вредное. Дело в том, что бетон, во-первых, не увеличивает прочность дерева. Через какое-то время дерево растет, расширяется. А вот этот вот кусок бетона или иногда макрофлекс туда заливают, он остается точно такой же. И через несколько лет, через вот это вот дупло, вы можете потрогать, соответственно, вот этот вот конгломерат. Он там лежит и вот так вот покачивается. То есть никакой дополнительной опоры дереву он не дает. Плюс ко всему сейчас появились исследования, что щелочная, наверное, какая-то вот среда, вот именно бетона, она наоборот вредит тканям дерева. Ну и ни в коем случае нельзя зачищать старые раны. Очень часто есть такое мнение, что нужно вот старые раны, старые дупла, прям брать какие-то острые предметы, защищать до здоровой древесины. Этого тоже делать категорически нельзя, потому что дерево само себя вот от этой отмершей древесины, от грибов и бактерий защищает. А когда мы начинаем глубоко ковырять, мы вот эту вот инфекцию начинаем заносить дальше в ткани. Поэтому делать это не полезно и даже вредно. Ну и, конечно, нужно отказаться от всеми любимого садового вара. То есть тоже есть такое мнение, что вот старую рану нужно зачистить до живого, замазать садовым варом. И так дереву станет лучше, эта рана будет зарастать. На самом деле это не так. Раны у деревьев не зарастают, а они обрастают древесиной. То есть вот такой вот получается наплыв в виде валика. И это место дерево постепенно новой древесиной затягивает. А вот эта вот рана, которая есть внутри, она останется там навсегда. И самое главное, дереву не мешать. И когда мы начинаем скоблить, когда мы начинаем это замазывать садовым варом, мы на самом деле дереву мешаем это делать. Единственное, что можно сделать, это обработать, соответственно, вот эту вот рану той же бордоской смесью. И, ну, в общем-то оставить в покое. Посмотреть, как дерево будет на это реагировать. Ну, то есть зарастать оно будет или наоборот рана будет открываться, становиться еще больше. И, возможно, тогда такую ветку лучше будет удалить, чем пробовать ее лечить. А что касается устойчивости дерева, то нужно не заливать внутрь дерева бетон, а облегчать крону. То есть вы смотрите, что дерево наклоняется там в определенную сторону. Вы с этой части дерева снимите несколько веток, лучше снимите несколько веток, чтобы оно вот в эту сторону не упало и не завалилось. Вот, а бетонирование дупоил занятие абсолютно бесполезное и даже немножко вредное. Спасибо. Это очень важный совет, потому что, да, вот с молодым деревом попроще. Со старым, конечно, мы встречаемся с такими ошибками, которые далеко не всем очевидны. Тем более, что информации в интернете очень много, и она достаточно противоречивая. Очень многое, очень противоречивое, но в этом плане, в плане полезной информации, я рекомендую читать даже не интернет, а вот старые книги по садоводству, которые у многих на дачах подлятся без дела. Вот книги 50-х годов, 60-х годов, там на самом деле больше полезной информации, чем в статьях в интернете. Спасибо, Женя. Смотрите канал Европлант, читайте старые книжки. Мы еще вернемся и продолжим рассказывать про весенние работы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»